Вот казалось бы, где-то Япония и где Беларусь. На карте и какие интересы военно-политические могут преследовать японцы, засылая в Беларусь своего шпиона. 8 тысяч километров, разные культуры, менталитет. Однако японская разведка решила засунуть свой нос в нашу страну едва ли самостоятельно. Едва ли без ведома высокого правительства шпионы сами решаются на такие инициативы. Информационное пространство страны восходящего солнца взрывается. На задержание своего агента отреагировали официально сразу после выхода анонса. Несколько холодно и отстраненно. Мол, да, задержали какой-то японский гражданин, нарушил внутреннее законодательство страны, то есть Беларусь. Что-то фотографировал якобы для личного пользования, едва ли. Официальное признание работал на разведку интересы, внутренняя ситуация, экономические связи с Китаем, транспортно-логистические узлы рядом с границей Украины. Хотя мы настоятельно просили отменить передачу, крайне прискорбно, что в результате она вышла в эфир. Это уже давление на свободу слова и СМИ, господа западники. Наша страна всегда проводила дружественную политику со всеми государствами. Мы не были инициаторами каких-либо конфликтов, и от нас не исходила инициатива разрыва экономических связей. Экономики Беларуси и Японии схожи. Страны не обладают большими запасами полезных ископаемых. Ориентированы на экспорт, развивают различные сектора промышленности, в том числе и машиностроения. Поэтому японские делегации были достаточно частыми гостями в Беларуси. И что действительно прискорбно в нынешней ситуации, определенные деятели из страны восходящего солнца вернули двусторонние отношения Беларуси и Японии фактически в нулевую точку. Действительно у нас на двусторонней основе такие прочные отношения и многосторонние установлены. И они не только экономическую плоскость захватывали, но и человеческую, гуманитарную, и именно оздоровление детей у нас. Это четкое свидетельство того, что мы старались углубить эти отношения. Восточное побережье Японии, 2011 год. Самое мощное в истории страны землетрясение магнитудой в 9 баллов. В считанные минуты на прибрежные города обрушилось цунами. А еще через некоторое время на атомной электростанции Фукусима-1 произошла ядерная катастрофа. Ей присвоен максимальный рейтинг по международной шкале ядерных катастроф. Такой же, как и у Чернобыльской аварии. Практически сразу департамент по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС МЧС Беларуси предложил посольству Японии в Беларуси свою помощь. Любую помощь. Начиная с 2012 года, японские школьники из префектур, пострадавших в результате радиационного излучения, приезжают в Беларусь на оздоровление. Это программа, разработанная по указу президента Беларуси. Однако, увы, в 2020-м Япония фактически перечеркивает наработанные связи с нашей страной. Происходит это как раз в период ухода с поста премьера Японии Синдзо Абе. И Япония взяла крен от двусторонних отношений на равных на санкционный диктат Запада. И, собственно, комментарии японцев по поводу задержания их соотечественника за шпионаж в Беларуси. Мне очень жаль, что наше правительство и наши граждане японцы такие глупые. Люди верят фальшивым новостям, а сами контролируются Америкой. Когда мы получим настоящего независимого лидера, возможно, тогда мы сможем наладить хорошие отношения. После убийства Синдзо Абе Япония стала рабыней США. Скажите им, что Японию не стоит шпионить за Беларусью. Было доказано, что дипломатическая мощь Японии находится на самом низком уровне. За дипломатической мощью стоят экономическая мощь и обороноспособность. Японский народ должен отнестись к этому серьезно. Поскольку это вмешательство во внутренние дела, судить его будут только в Беларуси. Личная ответственность. Если вы делаете что-то, что вызывает подозрения, такова мораль. Япония не самостоятельна, и ее активно подталкивают, прежде всего, общие координаторы разведывательной деятельности в отношении нашей страны, в первую очередь Соединенные Штаты Америки и другие государства коллективного Запада. Оно выполняет общую коллективную волю. А мы знаем стратегии западных государств, где четко указано, что у них противники это Китайская Народная Республика, Российская Федерация. А имея в виду Российскую Федерацию, поскольку у нас союзное государство, они и в отношении Беларусь, в Беларуси проводят такие вот действия. Япония сильное и влиятельное государство, которое способно составить конкуренцию многим странам мира. Однако, очень хорошо видно на примере Союза США и Япония, страна восходящего солнца становится восточным филиалом НАТО против Китая, против России. Это уже не союзнические, а марионеточные отношения. Екатерина Тихомирова, Михаил Тихонов в главном эфире. Спасибо.